Всем привет! Я, честно говоря, не очень хотел записывать этот обзор, потому что прошло уже достаточно много времени, я пользуюсь этой камерой, меня в ней все устраивает и, как-то, знаете, немножко расслабился. Но, так как я обещал в распаковке, я обещал, что я сниму обзор все-таки на эту камеру, поэтому я решил сдержать свое слово. Ну что ж, ребят, если вам нужен действительно полноценный, подробный обзор данной камеры, то усаживайтесь поудобнее и смотрите. Если вы любите что-то такое коротенькое, минималистичное, то ищите другие обзоры. А я в этом обзоре постараюсь рассказать максимум, что я узнал про эту камеру и, как всегда, дополню все это своим личным опытом. Данная камера у меня в использовании уже более трех месяцев, за это время она себя очень хорошо зарекомендовала. Конечно, есть один у нее баг, который я, честно говоря, даже не знаю, как исправить. И этот баг, он не относится ни в коем случае к тому, что камера там плохо как-то работает или еще что-то. И, забегая вперед, я скажу, что он относится только к тому, что я просто не смог понять, как разработчики так ее настраивали, что проявился вот такой баг. Итак, начнем мы с того, что данная камера пришла мне из Китая. Я ее покупал за цену где-то в районе 24 долларов. Когда она начала продаваться, она стоила около 30 долларов. Потом со временем цены упали до 26, до 25. И потом на Алиэкспрессе и на Гербесте были уже скидки, распродажи. И, в общем-то, данную камеру можно было выхватить за 23, за 22 доллара. Я сейчас не знаю, сколько она стоит. Кому интересно, я ссылку укажу там, где я ее купил. И несколько дополнительных ссылок, если я найду, где ее можно купить еще дешевле. Потому что не факт, что там, где купил ее я когда-то, она стоит сейчас дешевле. Поэтому, ребят, кому интересно, все ссылки в описании. Также не забывайте, что вы можете пользоваться кэшбэком и вернуть часть своих денег, потраченных, обратно себе на карточку, либо на кошелек. И потом тратить их на другие девайсы. Это очень удобно и законно. Не буду скрывать, что данную камеру я захотел к приобретению по двум причинам. Первая причина – это технические характеристики. А именно, то, что у нее есть ночное видение и Full HD разрешение. И второе – это то, что она действительно очень красивая. Когда я первый раз увидел рендеры этой камеры, я подумал, что-то какая-то игрушечная она. Но все-таки она манила. Все-таки дизайн здесь хай-тековый. Я бы так его назвал. То есть, она такая вся технологичная, вылизанная. Для тех, кто любит, чтобы все было симметрично, эта камера для вас. Приходит она со стандартным комплектом, со стандартным набором. Это вот такой вот кабель microUSB. И зарядное устройство, которое выглядит вот таким вот образом и на котором нет надписей Xiaomi. Потому что Xiaomi лишь проспонсировала выпуск данной камеры. И, в общем-то, она не является прямым разработчиком. Но Xiaomi активно эту камеру раскручивала и добавила даже в свое приложение. Так что управлять этой камерой вы можете из приложения Mi Home. Адаптер будет иметь такие характеристики, как 5 вольт и 1 ампера. То есть, это даже с большущим запасом. Потому что данная камера в режиме, когда она работает с инфракрасной подсветкой в темное время суток, потребляет не больше пол ампера. То есть, данный адаптер, он в два раза с запасом. Не знаю, зачем они такое сделали. Может быть, чтобы похвастаться. Либо у них просто других не было. Кто не видел распаковку, обязательно посмотрите, в какой упаковке она приходит. Потому что, если вам придет в другой упаковке, не стоит переживать, потому что камера упаковывалась в двух видах. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что у меня международная версия, а вытянутая упаковка идет китайская. Или наоборот. Я не знаю, но не стоит переживать. По поводу кабеля. Он достаточно длинный, он достаточно плоский. И его, в принципе, можно будет куда-нибудь запихнуть, если вдруг он окажется слишком длинный. Ну и напротив, если у вас будет камера далеко от источника питания, то, в принципе, этого кабеля должно хватить. Он в районе полутора метров, может быть, до двух. Его должно хватить, чтобы установить камеру в нужном месте. По поводу самой камеры. Она выполнена из пластика, из приятных материалов. Белоснежная, красивая и не привлекает особо внимания. Особенно, если вы боитесь, что к вам ворвется какой-то злоумышленник. И она будет находиться где-то среди каких-то таких тоже бело-черных объектов. Может быть, холодильник или еще что-то. То она, в принципе, будет сливаться и злоумышленник не сразу может понять, что у вас установлено видеонаблюдение. Здесь достаточно мощный сенсор, который имеет светосилу 2.0. Этой светосилы хватает для того, чтобы даже в плохо освещенной квартире или в плохо освещенной студии, там, офисе, не знаю, где вы ее установите, получалась довольно качественная картинка. Сама камера очень легкая, весит около 100 грамм, по крайней мере, так заявляет производитель. На весы я ее класть не буду, потому что пару грамм больше, пару грамм меньше, это особо значения не имеет. Здесь также на камере есть вот здесь вот в ножке встроен магнит. Этот магнит нужен для двух вещей. Первое, для того, чтобы эту камеру можно было куда-то вот так примагнитить и потом настроить вид. И второе, для того, чтобы использовать эту камеру в связке с другими такими же камерами. Именно для этого здесь используется вот такой вот USB-порт, для того, чтобы сюда воткнуть еще один такой кабель и подключить вторую камеру. Скорее всего, кстати, блок питания, поэтому здесь и 1 А, для того, чтобы использовать сразу две камеры. Потому что, если вы будете использовать две камеры, то общий ток потребления будет около 900 мА ночью. Следовательно, 1000 мА это еще с запасом в 100 мА. Это достаточно правильно и логично. Но если вы покупаете просто одну камеру и планируете ее использовать, как я, только в единственном экземпляре, то такое блок питания просто с огромным запасом. Вы можете даже заряжать, может быть, смартфоны. Также данную камеру можно питать от любого источника USB. Как видите, сейчас она воткнута не в сам комплектный блок питания, а просто в Xiaomi-шный удлинитель, в котором есть USB-порт. Также ее можно подключить к пауэрбанку. И можете сами подсчитать, насколько хватит этого пауэрбанка. То есть, если она потребляет, ну, к примеру, возьмем среднее значение 0,5 А в час, то получается, что за 2 часа она съест 1 А. Если у вас пауэрбанк на, например, 10 000 мА в час, то, значит, этой камере хватит, ну, максимум на 20 часов. Это, конечно, такое очень-очень усредненное значение. Но если взять более точно, то где-то на 15 часов от пауэрбанка на 10 000 мА, эта камера сможет работать. Как я уже сказал, эта камера меня прелестила тем, что у нее есть инфракрасная подсветка. И данная подсветка невероятно хорошо себя показывает в ночное время суток. Здесь стоит два вот таких вот инфракрасных излучателя, которые, в принципе, освещают огромное помещение. Она сейчас у меня, эта камера, стоит в студии. И, в принципе, до этого она стояла в более большем помещении. Она находилась в комнате, где я жил. И сейчас я ее просто переставил в студию, ну, потому что я ее здесь тестировал. Поэтому как-то она здесь более органично смотрелась. Так вот, студия у меня меньше. А та комната, в которой она была до этого, была где-то в полтора раза больше, чем студия. Может быть, даже почти в два. И этой камеры хватало на то, чтобы из одного конца комнаты осветить другой конец комнаты. То есть, вот эти светодиоды, они действительно очень-очень хорошо и мощно светят. Здесь у нас находится датчик специальный, который реагирует на свет. И этот датчик как раз и задает камере такой режим, чтобы включить или выключить эти светодиоды подсветки. Но вы можете, например, ночью сделать так, чтобы эти светодиоды не загорались. Это все будет делаться в приложении. Я потом покажу, какие настройки в этой камере вы можете сделать через приложение. В общем-то, мы сейчас можем даже сымитировать, и вы сами увидите эту подсветку. Для этого нам нужно просто закрыть камеру рукой, и она сработает. Вот она уже сейчас щелкнула, вы этого, скорее всего, не слышали. Я убираю, и вы сейчас увидите подсветку. Оп! Видите, два светодиодика. На задней части вы можете видеть, собственно, как сам порт, в который включается питание, так и вот такой вот домик. Домик сделан в виде такой перфорации, называется, наверное, это так. То есть, эти отверстия нужны для того, чтобы отводить тепло. Сами понимаете, что здесь стоит Full HD матрица, поэтому она нехило так греется, когда все это дело у нас вещается по Wi-Fi. Да, это Wi-Fi камера, как некоторые ее называют, IP камера. Ну, на самом деле, правильнее будет называть, наверное, Wi-Fi камера. Помимо всего прочего, здесь у нас есть вот такое вот гнездо для microSD карточки, и, следовательно, когда данная камера будет еще и писать на карточку памяти, то она будет неплохо нагреваться. Не скажу, что это прям существенный такой нагрев, но он есть. И даже сейчас, пока камера вот в таком режиме, когда она просто следит, она слегка теплая. То есть, это как бы нормально. Тем более, сейчас лето, и, в общем-то, в студии жарко. Также вы здесь можете видеть светодиод, который там внутри находится. Он светит в двух режимах. Синий постоянно светит, когда камера подключена, и все прекрасно. Оранжевый светит, когда камера находится в статусе либо подключения, либо когда она прошивается. Оранжевый цвет может также моргать. По поводу сборки. Сборка очень хорошая, монолитная, никаких проблем, никаких претензий. Эта камера у меня не падала, но я думаю, что даже если она упадет, она не разобьется. Потому что сделана она из такого монолитного пластика. Ну, разве что вот здесь может быть слабое место. А так, в целом, очень прочный пластик. На вид достаточно толстый, как можете заметить, даже двойной. Снизу также есть перфорация. Если вы обратите внимание, отсюда тоже будет выходить воздух. В принципе, это хорошо, что воздух будет вот по такому кольцу идти, потому что камера достаточно закрытая. Поэтому движение воздуха здесь просто необходимо. Также есть вот такая вот надпись Setup. Над ней находится отверстие. И в этом отверстии вы можете сделать сброс камеры. Для этого специально в комплекте идет иголка. Специальная иголка, которая идет во всех смартфонах. Вот такого вот вида. Это, кстати, по-моему, даже от нее. Если вдруг у вас камера зависнет, или вы, возможно, захотите ее подключить к какому-то другому устройству, вай-фаю, то можете сбросить, и, в общем-то, все это у вас получится. У меня, по факту, никогда не было проблем, что камера зависла или перестала работать. Здесь на нижней грани у вас будет QR-код и различные характеристики. MAC-адрес, серийный номер и характеристики по питанию. 5 вольт, 1 ампер. Нужно обязательно. Здесь резиновые ножки. Они позволяют камере не скользить, если она будет вот в таком положении у вас находиться. И это на самом деле так. Камера действительно не скользит. Она очень устойчивая. Помимо всего прочего, если вы купите две вот таких камеры, вы сможете сделать угол обзора 180 градусов. Как это делается и какой минус в связи с этим может у вас возникнуть? Первая камера устанавливается вот так, а вторая камера устанавливается вот так, только сверху. И на картинках, вот на рендерах этих камер вы сможете увидеть подобный конструктор. Выглядит неплохо, выглядит симпатично. И получается, что одна камера направлена сюда, вторая направлена сюда. И потом в программе эти два изображения складываются, и получается, что у вас 180 градусов обзор. В принципе, неплохо. Но как же они соединяются? Вот здесь находится, как я уже говорил, магнит. И следовательно, когда вы соединяете эту камеру и на нее ставите другую, то этот магнит может создавать некоторые помехи. И некоторые люди жаловались, что картинка становится немножко розоватой. Не знаю, у меня этого не было, и возможности проверить у меня это нет, потому что камера у меня всего лишь в одном единственном экземпляре. Но обязательно погуглите интернет перед тем, как покупать себе вторую камеру и, собственно говоря, соединять их по вот такой вот системе, по которой задумала компания Xiaomi. Возможно, этот баг есть не у всех, возможно, он вообще был только у одного человека. Но на самом деле лучше перестраховаться и все разузнать. Здесь, кстати, находится вот такое отверстие, оно неспроста здесь находится. Это микрофон. Следовательно, эта камера передает не только изображение, но и звук. И еще большим плюсом этой камеры является то, что вы сможете на нее позвонить, грубо говоря. Не помню, как называется, по-моему, Intercall, называется эта технология. То есть вы можете со своего смартфона, который подключен к 3G, 4G, либо по Wi-Fi, и в котором есть приложение Mi Home, в которое занесена эта камера, вы сможете на нее позвонить. Для этого заходим в приложение Mi Home, находим нашу камеру. Я ее назвал вот так, IP-камера. Достаточно быстро подключается. Вот смотрите, сейчас вы даже видите меня. Немножко вот такие задержки есть, не знаю, с чем это связано. Но когда камера вот так вот стоит и снимает, то никаких задержек нет. Кстати, еще и Low-качество. То есть можно выставить Low, либо High-качество передачи изображения. Но сейчас мы пройдемся по приложению этому, по данному плагину в приложении Mi Home, и вы сами увидите, как она работает. Для того, чтобы на эту камеру позвонить, нужно просто нажать Speak, вот на этот вот микрофончик. И вот здесь будет через динамик звук. И вы сможете все услышать, что говорит человек на смартфоне. Ну давайте продемонстрируем. Привет! Привет! И еще и здесь в приложении, если включен звук, то вы сможете услышать все, что происходит здесь в камере. Вот, вы сами слышите, да? Но из-за того, что звук постоянно вот так циркулирует и постоянно слышен и в камере, и в смартфоне, и передается отсюда сюда, потому что здесь все находится рядом в одной комнате, то звук будет так циркулировать и будет такое эхо. Ну и раз мы уже заговорили о приложении, то давайте немножко поговорим о том, как же оно работает и как подключить камеру. Нужно скачать приложение Mi Home, кому интересно, просите ссылку, ссылку я вам дам в комментариях, либо можете просто в Google Play вбить Mi Home, и вы найдете это приложение, оно там очень популярное. Дальше, если у вас само приложение не найдет камеру, то нужно обязательно будет ее добавить вручную. Для этого нажимаем вот сюда на крестик и Add Device. Теперь выбираем добавить вручную, и вот здесь у вас будет в списке всех-всех-всех устройств значок камеры. Вот она появилась, нажимаем сюда, и камера будет добавлена. Но обязательно не забудьте, что на камере вам придется, конечно же, сделать сброс, если вдруг что-то не получается. То есть я вам показывал то отверстие для сброса. Туда иголочкой тыкаете и сбрасываете. Заходим в саму камеру. Как видите, подключается она достаточно быстро. Сейчас идет в режиме реального времени съемка. Вот я даже рукой буду вокруг нее шевелить. Что вы можете делать с камерой? Собственно говоря, какие у вас есть функции, что вам доступно для настроек? Да, доступно вам очень много всего в этой камере, на самом деле. Первое, это вот нижнее вот это меню. Здесь вы можете, первое, поговорить с камерой, поговорить с человеком, который будет там сейчас в камере. Он сможет вам ответить, так как я показывал, что есть микрофон встроенный. Также здесь вы можете сделать скриншот. Для этого нужно нажать вот сюда. И будет снимок экрана, который сохраняется сразу. И, в общем-то, вы сможете это оперативно куда-то отправить. Например, вы увидели, что злоумышленник зашел в помещение. Вы делаете скриншот и отправляете, например, в полицию, в милицию, родственникам. Ну и просто как доказательная база у вас всегда будет. Также вы можете нажать рекорд для того, чтобы записать картинку, которая, собственно говоря, сейчас на данный момент происходит. Но для этого обязательно нужно вставить карту памяти. Я устанавливал карту на 64 гигабайта, и камера без проблем с ней работала. Но по характеристикам я, честно говоря, не знаю. Может быть, производитель заявляет 32. Я даже не знаю, сколько, честно говоря, она там по характеристикам должна тянуть. Но 64 100% тянет. Ну и галерея. Сюда, если вы зайдете, то увидите все таймлапсы и фотографии, которые вы сохранили. Здесь у нас находятся фотографии, то есть вот тот снимок, который я сделал буквально пару секунд назад. А здесь находится видео, которое можно сделать с помощью этой камеры. Также вы можете передачу вот этой картинки сделать более низкого качества для того, чтобы быстрее и оперативнее получать информацию. Если у вас, например, 3G интернет. Для этого нажимаем сюда и выбираем low. Если вы хотите сделать повыше качество, нажимаем high. И теперь картинка у вас будет почетче. Также режим high очень интересен для того, чтобы масштабировать картинку. Как ее промасштабировать? Для начала давайте ее перевернем. Для этого нужно нажать вот сюда. Картинка у нас переворачивается. И посмотрите, что можно делать. Можно совершенно замечательно масштабировать и видеть различные детали. А здесь у меня, видите, находится TV-бокс от Xiaomi. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Вот наверху есть фотоаппарат. Как видите, картинка довольно четкая, несмотря на то, что, в принципе, это увеличение цифровое. Также можно увидеть, что здесь у меня есть вот такой вот весы двух видов от Xiaomi. Здесь у меня есть увлажнитель воздуха. Здесь моя нога. А здесь моя рука. То есть, как видите, очень-очень удобно. Можно масштабировать. И это действительно очень годная функция. Также можно включить звук, либо выключить, чтобы услышать, что в помещении сейчас происходит. Но если я сейчас включу, потому что я нахожусь в этом помещении, будет постоянный такой цикл звука, что телефон будет слышать все, что происходит в камере. Камера будет слышать, что происходит в телефоне. И будет все это повторяться и накладываться. Это не очень хорошо. Ну и есть еще одна функция. Для того, чтобы к ней добраться, нужно сделать вот такой свайп. И здесь есть выключение камеры. Например, вы хотите, чтобы эта камера вас не беспокоила. Вы сделаете ее выключение. Для этого не нужно тянуться. Например, она у вас где-то будет далеко установлена. Вам не нужно тянуться, выключать ее из сети. А потом опять подключать. Ждать, пока подключится к приложению. Вы просто нажимаете OFF. Все, камера потухла. И теперь она ничего не снимает. И, в общем-то, экономит заряд того же пауэрбанка. Например, если она от него питалась. Включаем. Буквально несколько секунд. И камера уже готова к работе. Вы также можете все это масштабировать. Видеть, что происходит в режиме реального времени. То есть, очень-очень быстро все происходит. Ну и теперь давайте пройдемся по настройкам данной камеры, которые спрятались вот здесь, где три точки. Но так как батарейка у меня уже 2%, то сейчас я поставлю телефон на зарядку и мы продолжим. Итак, идем в настройки. И видим, что здесь у нас есть первое, аларм. Кстати, подобный плагин на Mi Home есть на русском языке. И его можно найти на просторах интернета. Кому интересно, можете поискать, либо задать вопрос в комментариях. Я для вас ссылку скину. Итак, здесь вы сможете увидеть все записи видео, которые были сделаны данной камерой. Это все записи видео, которые камера зафиксировала, когда было какое-то движение. Нажимаем сюда. И мы видим, что здесь есть очень много различных записей. Очень-очень много. Все они хранятся на серверах компании Xiaomi. И здесь вы можете просто мотать до посинения. Очень много всяких записей. Для того, чтобы воспроизвести эту запись, нужно нажать вот сюда. И видим, что сейчас идет воспроизведение записи. И причем оно было со звуком. Ролики идут примерно по 10 секунд. Вы можете ими поделиться. Если вы нажмете поделиться, то у вас будет доступ к различным социальным сетям. Можно на облако загрузить и так далее. Также данный ролик можно еще раз воспроизвести. И самое классное, что ролики все снабжаются вот такой вот надписью, когда было сделано данное видео и какого числа. То есть 18.07 сегодня. Но время здесь у нас установлено китайское. Поэтому сейчас 16.44. Несмотря на то, что на самом деле сейчас 11.47. И вот, кстати, все те уведомления, которые камера присылает в шторки, они вот здесь появляются и выглядят вот таким вот образом. Здесь слегка у меня измененная тема. Немножко по-другому выглядят уведомления. У вас они могут выглядеть немножко по-другому. Другой раскраски, другой расцветки. А так в целом все эти уведомления можно либо вот так смахивать, либо нажать на него и получить доступ как раз к тому видео, которое было записано. Также эти все уведомления, вот эти все записи, можно удалить. Для этого нужно нажать вот сюда Edit. Выделяем какое-то конкретное уведомление, либо выделяем все сразу и нажимаем Delete. Все. No record. То есть нет записей. Все уведомления удалены и теперь у вас как бы память очищена. Но так как это все сохраняется где-то там на серверах Xiaomi, то как бы вам в принципе можно не переживать. Единственное, что такие уведомления можно удалять, когда там, не знаю, компромат на вас какой-то записался, например, или вы там голенький бегали где-то, и вот вы хотите удалить. Вы можете спокойно удалить это видео. Дальше идем по настройкам. Здесь у нас есть таймлапс, о котором я говорил. Но для этого нужно вставить карту памяти. Таймлапс можно задать в различное время вечером и утром, например. Это время задается автоматически, и в это время будет записан таймлапс. Например, восход, либо закат. Очень красиво можно снимать на данную камеру. То есть она служит не только как инструмент какой-то защиты, безопасности, но и как такой развлекательный девайс, который можно использовать просто там для того, чтобы подснять что-нибудь интересненькое. Кстати, таймлапсы пишет Full HD, по-моему, 25 кадров в секунду. Так что довольно плавненько все получится. Здесь у нас настройки камеры. Видно, что SD-карточка не подключена, поэтому этот пункт у нас пустой. Дальше у нас есть ночное видение. Можно сделать автоматически, можно сделать, чтобы оно было выключено. Это последний пункт. И средний пункт, это чтобы оно всегда было включено. Не знаю, зачем оно нужно всегда. Но в любом случае его можно выключить. Например, если вы не хотите, чтобы ночью камера что-то снимала. Например, пока вы там спите в этой комнате или еще как-то. Следующий пункт, это у нас светодиод. Можно его включить, либо выключить, чтобы он работал, либо не работал. Это вот этот светодиод, о котором я говорил чуть ранее. Flip Image, это у нас переворот изображения. То есть, если вдруг камера поставлена как-то у вас под углом, перевернута, то вы можете перевернуть это изображение. TimeWaterMark можно удалить дату и время с тех видео, которые будут записываться. Но я поставил, чтобы было хотя бы дата. Ну и, конечно, если у вас будет вставлена карта памяти, то здесь можно будет проделать определенные манипуляции. То есть, например, посмотреть, сколько заполнено, отформатировать эту карту памяти. И здесь версия плагина. Кстати, обновляется данный плагин довольно часто, как и приложение Mi Home. И сама камера обновляется по воздуху практически, там, я не знаю, каждые две недели. То есть, ребята следят за тем, чтобы камера действительно работала достойно. Поэтому она у меня обновилась уже, наверное, за все это время раз пять, если не больше. Вот не помню точно, но раз пять, скорее всего, она обновилась. Так что, ребят, действительно годный продукт, недорогой, так еще и хорошо поддерживается. Следующий пункт – общие настройки. Здесь вы можете переименовать камеру, например, назвать ее там Wi-Fi камера. Ну, давайте это сделаем. И после того, как вы подключитесь к данной камере с других приложений, например, у меня это приложение есть также на моем iPad. И если вдруг вы здесь изменили название, то когда вы подключитесь к iPad, то там название также изменится. То есть, это общая экосистема, которая регулярно обновляется и синхронизируется, независимо от ваших устройств. Настройки безопасности. Здесь вы можете ввести пароль и также изменить пароль. Также вы можете поделиться данным девайсом, но это больше для китайцев интересно, назначить группу данного девайса, например, что это офисный девайс, либо это кухонный, например, там, или кладовая какая-то у вас будет под охраной. Также можно проверить на обновление прошивки. Сюда нажимаем, и он пишет, что у вас самая свежая версия 3.2.0.3.0. Также можно удалить девайс, нам это, конечно, не нужно, и добавить на рабочий стол иконку для быстрого доступа, чтобы не нажимать Mi Home, потом найти этот девайс, если у вас их там несколько сотен, нажимаем на этот девайс, он подключается, а выводим иконку и сразу одним кликом, если вам нужно быстро, оперативно получить доступ, получаем доступ к камере и к остальным ее настройкам. Ну и, конечно, информация по интернету, видно, насколько у вас сильный Wi-Fi сигнал, какой у вас MAC адрес, IP адрес и все остальное. Ну и, конечно, оставить отзыв можно, написать, что так и так, ребята, не работает то-то, то-то, поправьте. И в следующем обновлении компания Xiaomi постарается, конечно, все это дело обновить. Из минусов я хотел бы отметить то, что камера показывает время неточное, то есть сейчас мы видим 16.54, то есть она показывает китайское время. Где его настроить, я, честно говоря, так и не понял. Также из минусов хотелось бы отметить то, что камера регулярно присылает уведомления, поэтому если вас это дико раздражает, если вам это не нужно, то данная камера будет вас немножко раздражать. О чем я говорю? Вот предыдущая камера, которая у меня была на обзоре, такая красивая, круглая, которая крутится на 360 градусов, та камера, она очень точно следует инструкциям чувствительности. То есть если я настроил высокую чувствительность, то она будет мне присылать уведомления, несмотря на то, что я, например, нахожусь в комнате или не нахожусь. Эта камера всегда присылает уведомления. Малейшее движение в кадре, низкая чувствительность, высокая, средняя, неважно, она всегда будет присылать уведомления. И это, конечно, раздражает. А все остальное, конечно, только плюсы. Цена просто космически низкая. 22 доллара, по-моему, самая низкая цена была на тот момент, когда я недавно смотрел. Может быть, сейчас есть ниже. Если кому-то интересно, я ссылку укажу в описании. И также в первом комментарии, прикреплю к данному видео, вы сможете увидеть самую низкую, самую адекватную цену. То есть за эти деньги найти качественный продукт с хорошей поддержкой, отлично работающий, в высоком качестве, с ночным видением, Full HD. Это просто нереально. Так что, ребят, действительно, камера годная. Плюсов огромное количество, минусов всего лишь два. Это вот то, что, как я говорил, очень много уведомлений. И настройки чувствительности не помогают. Она просто расстреливает вас уведомлениями. Если вы будете находиться в комнате, где она снимает, или в помещении, обязательно ее выключайте, потому что она вас задолбает. И следующий минус, это как раз то, о чем я говорил, что время невозможно выставить самостоятельно, вручную. Не знаю, откуда она его берет. Ну, в любом случае, как бы с этим можно смириться. С таким большим количеством плюсов они просто перевешивают. Ну и, конечно, цена. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было максимально интересным для вас и максимально подробным. Вы смогли понять, что из себя представляет данная камера. Стоит ли вам вообще ее покупать. От себя скажу, что я себе ее оставляю. Мне она дико нравится. И, в общем-то, спасибо всем за просмотр. Если видео понравилось, не забудьте его поддержать. Поделитесь им с друзьями. Вам не сложно, но это очень сильно поможет развитию канала и, конечно же, поможет вашим друзьям, если они действительно хотят обезопасить свое жилище или какой-то объект. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на канал обязательно. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. В группе ВКонтакте бывает очень много всяких скидок, акций, купонов, новостей. Так что обязательно не пропустите. И хорошего вам настроения. Не забывайте, что у меня есть второй канал, где выходят не менее интересные видео. Пока. Продолжение следует...